Уж чего-чего, а яиц на советской кухне хватало. В 30-е годы прошлого века даже несушки перевыполняли план настолько, что поварам приходила разнарядка из Нарпита с требованием придумать как можно больше блюд из яиц. Вот так в столовых появилась яичная котлета. Как вам такой хижин по-советски? Сегодня в меню. Яичная котлета, жаркое по-домашнему, блинчики, напиток из шиповника. Калорийное четырехразовое питание – непременная характеристика рациона советских рабочих. Согласно книге о вкусной и здоровой пище, особое внимание белковым продуктам. Их рекомендовали есть на завтрак, обед и ужин. Нужно было высококалорийное питание. А яйцо является полезным белковым продуктом, и котлеты яичные были востребованы очень. Их готовили в заводских столовых, в обычных столовых, в детском питании. Отличие было только в том, что для детского питания котлеты яичные предлагали запекать, а в обычном питании котлеты готовили жареные. На две порции котлет возьмите 4 куриных яйца, сваренных вкрутую, немного растительного масла, треть стакана молока, сливочное масло, 2 чайные ложки, панировочный сухарей, 2 столовые ложки, столько же манной крупы и щепотку соли. Для украшения пригодятся вареная морковь и зелень. Готовим вязкую манную кашу. Ставим молоко на плиту, солим и разогреваем. Крупу мы всыпаем тонкой струйкой, чтобы не образовалось комочков. Непрерывно, помешивая, завариваем в течение 7-15 минут. Измельчаем яйца на мелкой терке и сразу же смешиваем их с горячей манной кашей. Важно в процессе приготовления, чтобы манная каша не остыла, иначе потом наши котлеты очень сложно будет соединить. Они дадут трещины. Теперь формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях. Накатываем одной рукой, придавая форму листикам или капельке. Так принято было в Советском Союзе. Обжариваем до румяной корочки. Если каша была сварена правильно, котлеты форму не потеряют. Готово? Оформим закуску морковью и петрушкой. Считалось, что с овощами и зеленью белок лучше усваивается. Рецепт яичной котлеты. Налейте молоко в кастрюлю, посолите и разогрейте. Всыпьте манную крупу. Варите 7-15 минут, постоянно помешивая. Смешайте горячую манную кашу с измельченными яйцами. Сформируйте котлеты и запанируйте в сухарях. Обжарьте до румяной корочки. Подавайте с вареной морковью и зеленью. Очереди в советском общепите – дело привычное. Но в дни национальных кухонь в столовых и яблоку негде было упасть. Посетителям предлагали настоящее ресторанное меню – лучшие национальные блюда из разных союзных республик. Например, визитная карточка русского стола – жаркое по-домашнему, в горшочке да с крышкой из теста. В ресторан не каждый человек мог иметь возможности прийти, поэтому жаркое готовили очень часто и в открытых столовых, заводских столовых. Чаще брали, конечно, мясо птицы, индейки, потому что оно менее жирное и очень быстро готовится. Приготовим жаркое с мясом птицы. На две порции возьмите 400 г филе курицы или индейки, столько же картофеля, среднюю морковь и луковицу, бульон – полтора стакана, соль, перец и растительное масло. Также понадобится полкилограмма дрожжевого теста и зелень. Разогреваем растительное масло и нарезаем мясо крупными кубиками. Если мы нарежем мелким кубиком, то обжариться и сочности такой не будет. Лучше мясо обжаривать до румяной корочки, и после этого его необходимо будет посолить и использовать еще для доведения до вкуса перец. Если мы посолим раньше, то мясо выделит дополнительную влагу и не будет ароматным, вкусным, сочным. Пока жарится мясо, шинкуем лук и морковь и отправляем их по очереди на другую сковородку. Когда лук становится полупрозрачным, мы добавляем сюда морковь. Если добавить морковь и лук вместе, то жир, образующийся при процессе пассирования моркови, оранжевый, окрасит лук в оранжевый цвет. А все ингредиенты должны быть выраженного своего цвета. Снимаем с огня овощи и мясо. Режем картофель крупными кубиками. Обжаривать мы его будем до полуготовности, то есть до образования румяной корочки. Дело в том, что если мы его дожарим до готовности, то картофель в блюде потеряет свою форму и вкуса тушеного блюда не будет. Выкладываем картофель на сковороду одним слоем и жарим. Только когда появится румяная корочка, можно посолить. Если мы его посолим во время жарки, не будет такой румяной корочки. Помещаем все ингредиенты вот в такие глиняные горшочки. Вначале вкладывать мясо, потому что оно больше все равно требует тепловой обработки. Я покажу два варианта подачи. Остался бульон? Бульон дополнительно насыщает питательными веществами, и блюдо наше получается более ароматным. Один горшочек мы будем готовить с крышечкой, а другой горшочек мы приготовим, закрыв его дрожжевым обычным тестом. Граммов 200-150. Тесто подавалось вместо хлеба. Пропитывалось тесто ароматом. Бульона насыщалось 35-40 минут, и как раз получится эффект русской печки. Аккуратно убираем крышку из теста и подаем с зеленью. Рецепт жаркова по-домашнему. Нарежьте мясо крупными кубиками. Обжарьте до румяной корочки и посолите. Нарежьте лук и морковь. Обжарьте лук до полупрозрачности. Соедините с морковью и жарьте еще 2 минуты. Нарежьте картофель. Жарьте до полуготовности. Выложите ингредиенты в горшочек. Сделайте из дрожжевого теста крышку. Накройте горшочек. Поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут. Блинчики. И на древнерусской, и на советской, и на кухне 21 века их пекли, пекут и будут печь. Первый блин, считают кулинары, появился примерно 2000 лет назад. Но до сих пор мало кто знает, что блины и блинчики – это разные блюда. Блины у нас традиционно готовят с использованием дрожжей, а блинчики с использованием молока и бездрожжевые. Для блинчиков возьмите 1 литр молока, полкилограмма муки, 3 яйца, соль, 2 столовые ложки сахара и растительное масло для жарки. Начинку сделаем сладкую. Возьмем 100 граммов творога, ванильный сахар и сливочное масло. Такие блинчики можно подать с вареньем или сметаной. К слову, на главный вопрос молодых хозяек, как сделать, чтобы первый блин не получился комом, у нас есть ответ. Молоко должно быть комнатной температуры, яйцо тоже должно некоторое время похорониться при комнатной температуре, иначе тесто будет рваться ленточками. Взбиваем яйца, добавляем в них соль, сахар и перемешиваем. Затем немного молока и просеянную муку. Миксер не рекомендую использовать, потому что масса будет сильно разбита. Основу делаем однородной массой, без комочков, и затем мы будем разбавлять молоком до нужной консистенции. Тесто не должно быть очень жидким, ну и густым не должно быть, тогда блинчики получатся нужной толщины. Оставляем тесто на 20 минут, хорошо разогреваем сковороду и делаем блинчики. Блинчики можно готовить крупного размера и использовать их для фарширования, и мелкого. Иногда в процессе приготовления люди добавляют соду. Не рекомендую добавлять по той простой причине, что блинчики получаются сухие по краешку. Если вы хотите получить рыхлые блинчики, могу посоветовать вам добавить небольшое количество, ну чайную ложечку на литр молока, водки. Готовим начинку. Хитом советских столовых были блинчики с творогом. Начинка из творога использовалась очень часто, наверное, потому что это был доступный продукт. Его необходимо протирать. В протертый творог добавляем ванильный сахар и фаршируем блинчики. Слегка обжарим, чтобы они держали форму. Рецепт блинчиков. Просейте муку, взбейте яйца, добавьте в них соль, сахар и полстакана молока. Всыпьте в массу муку и перемешайте. Разведите тесто молоком до нужной консистенции. Выпекайте блинчики на раскаленной сковороде, смазанной растительным маслом. Протрите творог через сито, добавьте ванильный сахар. Нафаршируйте блинчики и обжарьте. Можно посыпать блинчики сахарной пудрой. Подавайте с вареньем или сметаной. Зимой согреет, летом освежит, а укрепляет иммунитет всесезонно. Напиток из шиповника отлично знаком рожденным в СССР. Его пили и в детском саду, и в санаториях, и в пионерских лагерях. Особенно, наверное, популярен он в зимний период, потому что это дополнительный источник витаминов. В Советском Союзе напиток из шиповника готовили и в летний период, и во время прогулок ставили чайник, и дети могли пить вместо воды. Ингредиентов всего четыре. Полстакана сушеных ягод шиповника, столько же сахара, немного лимонной кислоты и литр воды. Ставим воду на огонь. Пока она закипает, промоем шиповник. Сборы все равно осуществляются, может попасть пыль. А коль мы используем в детском и здоровом питании, то это процесс обязателен. Высыпаем в кипящую воду ягоды, сразу же сахар и ждем 15 минут. После того, как наш шиповник прокипел 15 минут, мы добавляем лимонную кислоту, для того, чтобы придать сладость напитку, и провариваем еще 10-15 минут. Охлаждаем и настаиваем напиток минимум три часа, а можно и все шесть, если хотите, чтобы вкус был более насыщенным. Рецепт напитка из шиповника. Промойте сушеный шиповник. Поместите ягоды и сахар в кипящую воду, варите 15 минут. Добавьте лимонную кислоту, варите еще 10 минут на медленном огне. Дайте напитку настояться минимум три часа. Мясо в горшочке. Блинчики. Как тут устоять? Может, поэтому в СССР была мода на пышных женщин? Это теперь можно годами сидеть на диете. А раньше? Раньше было вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин